МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую всех любителей новостей. С вами Адель Сальхов. Ты смотришь Универтньюз сегодня в нашем выпуске. Ученые КФУ наращивают и копируют гены. Но для чего? Казанский федеральный университет простился заслуженным профессором Эмилией Балалыкиной. Титул Мисс Казань вновь завоевала студентка Казанского федерального университета. Университетские генетики практикуют комбинацию определенных генов, стараясь излечить ряд наследственных заболеваний. Для чего ученые скопировали и нарастили здоровые сосуды, узнала Аделя Шмелова. Узнай и ты. При обширных травмах или заболеваниях, естественных способностей организма к восстановлению часто бывает недостаточно. Есть ряд генов, которые как раз повышают регенерацию. Например, гены, отвечающие за рост сосудов. В исследовании которых, кстати, весьма преуспели университетские генетики. На этот раз команда ученых под руководством главного научного сотрудника Института фундаментальной медицины и биологии Альберта Резванова признана одной из двух ведущих научных школ в области биологии и наука жизни, получивших поддержку гранта президента Российской Федерации. Новое исследование, поддержанное грантом, посвящено фундаментальным механизмам регенерации, протекающим в мышечной ткани в норме и при ишемическом поражении на фоне генотерапии. Это очень прорывное направление. С ним связывают большие надежды с лечением заболеваний, в том числе тех, которые ранее считались неизлечимыми. Либо, например, для ишемии нижних конечностей золотым стандартом является хирургия. Такая работа выполняется в рамках проекта «Фантом мышцы» совместно с Институтом Рекен. В нем используется технология, суть которой создание атласа активности промоутеров и энхансеров в разных клетках и тканях организма. Это связано с тем, что в разных клетках разные гены проявляют себя по-разному. И вот как раз промоутеры и энхансеры являются теми элементами, которые отвечают за то, как ген проявляет себя в той или иной клетке. Если эксперименты пройдут успешно, ученые смогут использовать определенные гены и излечить ряд наследственных заболеваний. Даже если у человека присутствует мутация в гене, то ученым будет достаточно доставить функционирующий ген для коррекции заболеваний. Конечно, таким образом лечится не все на свете, но часть патологии можно ощутимо скорректировать, доставив в организм хорошую копию необходимого гена. Аделя Шмилова, Лев Халиулин, Универньюз. Ушла из жизни заслуженный профессор Казанского университета Эмилия Балалыкина. С выдающимся профессором пришли попрощаться родные, друзья, коллеги и ученики. 30 января на 81-м году жизни скончалась выдающийся ученый-лингвист, заслуженный профессор Казанского федерального университета Эмилия Балалыкина. В мраморном зале второго учебного корпуса КФУ состоялась гражданская панихида. Она была уже 6 раз ученой. Чинисты в любом смысле. И даже решение второго учебного университета с ней было легко работать. Я считаю, что для нас это очень большая поддержка, как ученого, с первого имени, как вестящий преподаватель, а в любом смысле студентов. Ее имя знаменует целую эпоху в развитии казанской лингвистики. У Милии Балалыкины было множество наград среди наиболее значимых заслуженный деятель науки Республики Татарстан. В 2017-м была удостоена государственной награды медалью за доблестный труд. Ректорат Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого от имени всего коллектива Казанского федерального университета выражаются болезнами родным и близким Эмилии Агафоновны. Анна Глазунова, Олег Апачаев, Универньюз. Международная организация КАК РЕЙН ведет исследование влияния медицинских препаратов на лечение больных инсультом. Каковы результаты исследований и как это поможет Казанскому федеральному университету, вы узнаете прямо сейчас. КАК РЕЙН – это международная некоммерческая организация, изучающая эффективность медицинских технологий. Его центр в России базируется в Казанском федеральном университете. Одним из ведущих проектов КАК РЕЙНа является разработка доказательств позитивного или негативного влияния лекарственных препаратов и медицинских технологий. КАК РЕЙН провел исследование действия церебролизина при остром ишемическом инсульте. В рамках этого КАК РЕЙНовского систематического обзора удалось впервые в мире показать, что церебролизин имеет доказанные риски. И уверенность в этих рисках среднего уровня, то есть это достаточный уровень, чтобы о них говорить. Церебролизин – это лекарственное средство, использующееся в лечении инсульта, различных видов слабоумия, болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств. КАК РЕЙН Россия сейчас пытается донести результаты до российского врачебного сообщества. Церебролизин при остром ишемическом инсульте в несколько раз увеличивает число неблагоприятных событий. Неблагоприятные, серьезные события – это действительно серьезно. Это или получение инвалидности, или существенное продление срока госпитализации, или необходимость отмены препарата. Поэтому этот результат, он важен. И мы полагаем, что, естественно, этот результат, скорее всего, не будет ограничиваться только популяцией пациентов с острым ишемическим инсультом. Но для того, чтобы делать дальнейшее, нужно проводить дальнейшие исследования. Российский центр КАК РЕЙН внедряет эти исследования в обучение студентов медицинского направления Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Казанский федеральный университет – это одно из старейших образовательных учреждений страны. На протяжении многих лет университет развивался и становился только лучше. В тот период, когда Николай Лобачевский являлся ректором, в университете был создан зоологический музей. Подробнее расскажет Олег Кашин. За 19 лет руководства университетом Николай Лобачевский смог сделать Казанский императорский университет одним из лучших образовательных учреждений страны. В этом деле ректору помогало множество людей, и один из них – Эдуард Аверсман. Именно благодаря этому ученому в университете начинает появляться зоологический музей. Появление зоологического музея в стенах университета позволило студентам изучать биологию по экспонатам, а не по рисункам. А это, в свою очередь, повлияло на качество образования. Создание зоологического музея было очень важно из-за того, что очень большое многообразие живых существ по всему миру. И, естественно, чтобы готовить хороших специалистов, для этого нужно, чтобы они изучали природу не только по учебникам, по бумагам, но и непосредственно контактировали с настоящими живыми или хотя бы в виде чучела экспонатами. Уже через неделю мы снова расскажем вам про музей Николая Лобачевского, а также про людей, которые повлияли на становление Казанского федерального университета. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. 19-летняя студентка первого курса Высшей школы информационных технологий и информационных систем Казанского федерального университета Гузель Мусина завоевала титул «Мисс Казань-2018» в финале юбилейного 20-го республиканского конкурса красоты «Мисс Татарстан». О том, какие впечатления о произошедшем у юной красавицы, ты узнаешь в следующем сюжете. 24 января в Казани прошел финальный этап 20-го конкурса красоты «Мисс Татарстан-2018». Студентка КФУ Гузель Мусина завоевала титул «Мисс Казань-2018». У меня лежит большая ответственность за то, что я представляю Казань, являюсь лицом Казани и это очень приятное ощущение. Я очень горда тем, что я могу и являюсь лицом Казани. В финал прошли 30 девушек в возрасте от 14 до 23 лет. После дефилия в одинаковых платьях и купальниках члены жюри оставили топ-10. В великолепной десятке предстояло интеллектуальное испытание «Давайте поговорим». Каждой девушке предлагалось ответить на видео вопрос, заданный известной персоной. Будущей мисс Казань Гузель Мусиной достался вопрос от известного телеведущего Максима Шарфудинова. «Я долго, наверное, готовилась к этому, не именно к вопросам, а просто думала, что могут задать. И все равно каждая девушка себя подготавливала морально. Если она будет стоять на сцене в десятке, она должна быстро и красиво отвечать». Завевать титул «Мисс Казань» Гузель помогла целеустремленное желание работать над собой и, конечно же, красота. «Все девушки, которые были и в Меге, приходили на двор, и из наших 30 красавиц, были все достойны этой короны. Здесь больше влияет естественность, то, как ты себя ведешь, как ты себя чувствуешь. Это осознание того, что ты можешь представлять Казань, что ты понимаешь, для чего тебе это нужно. Это больше уже внутри». На воспеченной «Мисс Казань» досталась путевка во Францию, шубка, шоппинг в одном из торговых центров Казани и множество других призов. Стоит отметить, что еще одна студентка Казанского федерального университета «Мисс КФУ» Полина Горюнова стала первой вице-мисс Татарстан-2018. Диана Шилова, Андрей Багаудинов, Универньюс. На этом все. Это были самые интересные новости Казанского федерального. Пока-пока.